Привет, бои и скауты, с вами Кьюбайт, и я оказался там, где меня не ждали, и пока эти бездельники готовятся к эфиру, я проведу выпуск бесконечных новостей от Morgan Film. Итак, заставка. Субтитры сделал DimaTorzok Добрый день, вы смотрите информационную программу бесконечные новости. Меня зовут Ксения Шумихина. Чтобы не пропускать новые выпуски, следите за нами ВКонтакте и на Ютьюбе. И вот главные новости этого выпуска. Добрый день, друзья! Не знаю, может быть, каким-то менеджером или программистом. Ну, очевидно, мечта не сбылась. Ну, то есть я все равно как бы сижу за компьютером, можно сказать, отчасти, но только, ну, только делаю ролики. И блогером я стал абсолютно случайно, то есть смотрел ролики на Ютьюбе еще в 2012 году, где-то в начале 2012 года и до этого, конечно, смотрел. И просто меня осенила идея, что, по сути, я могу то же самое делать. И начал, начал делать, начал пробовать. Конечно, первые ролики были уж совсем плохи. Я вообще и до этого на Ютьюб что-то выкладывал. Какие-то просто, там, монтажи небольшие, что я мог делать. Но, в целом, вот начались ролики с прохождения Майнкрафта, с летсплеев по Майнкрафту, которые тогда были популярны в 2012 году. Во-первых, хочу поздравить киностудию Морган Филм с 15-летием. Такой юбилей, серьезная дата. Это больше, получается, чем я канал свой веду. Ну, и, конечно, стремиться к лучшему, двигаться дальше, не останавливаться. Расскажите про творческий псевдоним. Как вам пришла такая идея? Если про вот этот творческий псевдоним, в смысле, кьюбайт, то придумал я его, вот, специально, грубо говоря. То есть, я не просто где-то, он мне в голове появился, я такой, о, надо именно так назваться. Он мне, я специально искал какие-то интересные слова, чтобы это как-то было и звучно, и писалось красиво, ну, по моему вкусу. Ну, в общем, я подыскивал какие-то слова, нашел слово кубит, которое обозначает квантовый бит в квантовой физике. И просто его слегка изменил под кьюбайта. То есть, оно выглядело иначе, но мне понравилось, как оно звучит. Я просто его переписал, перефразировал, и получилось то, что есть сейчас. В общем-то, никакой там загадки и тайны в никнейме нет, поэтому, вот. У вас очень увлекательные и подробные разборы и обзоры на канале. Долго вы их готовите? Разборы, обзоры, ну, разборы, скажем так. Они делаются по-разному. Ну, если это фильм, то он, конечно, делается дольше. Если это какой-то тизер, трейлер, делается быстрее, чем разбор фильма, естественно, потому что хронометраж разный. Но, например, разбор трейлера делается вот. Сначала я сажусь, смотрю трейлер. Что я заметил? Я это все себе выписываю, потом составляю текст из этого. То есть, каждый, ну, объясняют, что это как-то, к чему может отсылаться. Какие-то еще детали я рассматриваю, там, медленно просматриваю каждый кадр. Я смотрю материалы в интернете, может быть, что-то нашли, чего я не нашел, и это вполне нормально, потому что я не могу все знать. Это так и работает. Тем более на Западе там, ну, ребята, которые выросли на комиксах, и они, очевидно, больше меня знают в этом 100%. То есть, вот таким образом все собирается в единый текст, потом это записывается, озвучивается текст, и потом уже приступаю к монтажу, который... Ну, может, занимайте по-разному. Можно целый день монтировать, можно два, можно три. Если это разбор фильма, там, можно неделю монтировать, а то и больше. Все зависит от конкретного какого-то материала. Даже от фильма к фильму может разниться в времени подготовки. Но в целом, если это фильм, то неделю... Спасибо за такое интересное и доброе интервью. До свидания. Спасибо, что позвали, и спасибо тем, кто посмотрел этот ролик, за просмотр. Все. Всем пока. Ксения, Алина и Екатерина подготовили очень интересный репортаж. Давайте его посмотрим. Здравствуйте, вы смотрите программу «Бесконечные новости», и сегодня мы находимся на выставке. Жители Королева приглашают на выставку «Как делать не надо». Работали старшие группы из-за студии «Пойманный ветер» по книге «Вредные советы». Можете рассказать, пожалуйста, о выставке? Конечно, с большим удовольствием. Сегодня я хочу вам представить выставку студии «Пойманный ветер». Эта студия существует при СДК имени Калинина уже более 90 лет. Посвящена она году наставника, педагога и наставника, который мы весь этот 2023 год будем так или иначе отмечать. И вот эти работы, написанные детьми из студии, учащимися студии, посвящены вредным советам Григория Остера. Люди старшего поколения, наверное, больше знают этого писателя, который написал смешные вредные советы, собственно говоря, о том, как делать не надо. И вот эти рисунки детей, ну, как нельзя лучше характеризуют такие стихи. Ну, вот как, например, да, если ты пришел на елку, свой подарок требуй сразу. Да гляди, чтобы ни конфеты не зажирил Дед Мороз. И не вздумай беззаботно приносить домой останки. Как наскочат с мамой, половину отберут. Ну, понятно, что это, конечно, смешно и так делать нельзя, но, тем не менее, работы потрясающие, выполнены практически профессионально. Педагог этой студии Роман Федченко, кстати, мы с ним работаем достаточно недавно, но это уже третья выставка работы его детей в нашей библиотеке. Спасибо большое. Алина Козухова, Ксения Туркан, Екатерина Шумихина, Александр Мазаев для передачи Бесконечные новости. А прямо сейчас продолжение репортажа от Мирославы про поездку в Выборг в Ленинградской области. Смотрим. Мы находимся в парке Монрико, в переводе с французского «мой покой». Здесь очень красиво и вода есть. Также здесь есть смотровые площадки с прекрасными видами. Пошлите посмотрим. Монрико – это усадьба-заповедник. Здесь очень спокойно и тихо, здесь нельзя даже на великах кататься. Красиво. Отсюда открывается очень красивый вид на выборгский залив. Конечно, сейчас это все очень плохо видно, потому что сейчас серия день, куман и холодно. Филипп «Монрико» Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Тorzok А на этом у нас все С вами была Ксения Шумюхина Подписываемся на нас И увидимся на канале Маргалфин В это же время Пока-пока